Фанаты волейбола, всем привет. Огромное спасибо за вашу поддержку этого формата. Сегодня поговорим о четвертом туре пари суперлиги, выясним остались ли непобежденные команды в этом чемпионате и как фавориты справляются с тяжелым графиком. Ну а для начала у меня большая просьба, подпишитесь на канал. 84% зрителей смотрят мои видео без подписки и это расстраивает. Сделайте это простое действие, ведь именно ваша активность мотивирует меня создавать контент. Ну и на телегу подписаться не забудьте. Ну а теперь к матчам, приятного просмотра. Тур стартовал во вторник, 7 ноября, матчем в Туле, где Белогорья принимала Новокуйбышевскую нову. У Львов тяжелый график, в воскресенье они сражались с Локомотивом за выход в полуфинал Кубка России, а буквально спустя два дня им пришлось искать физические и моральные возможности забрать необходимые три очка в матче, где они являлись фаворитами. Александр Волков дал отдохнуть своему основному связующему Роману Порошину. Вместо него почти весь матч провел молодой Кирилл Чекмизов. И первые два сета у Львов было все прекрасно. В концовке второго Волков полностью поменял весь основной состав. Игра шла. Но что-то в третьей партии поменялось в настрое белгородцев, либо слишком рано поверили в победу, либо не хватило физических сил. Весь сет прошел в равной борьбе. У Новы отлично вошел в игру диагональный Виталий Попазов, который наконец-то восстановился от множества травм. Именно его очередной забитый мяч в атаке и эйс Владимира Съемщикова позволили команде из Новокуйбышевска оставить партию за собой. Нова обязана была переводить матч на тайбрейк. По ходу четвертой партии она вела 13-20, взяв в расстановке на подаче своего капитана 6 очков к ряду. Имела 4 сетбола, но ни один из них не смогла реализовать. Вышедший в концовке Роман Порошин не озадачивал гостей подачей, но те, сталкиваясь с блоком и защитой Белогория, начали рисковать и ошибаться. Не лучшую свою игру в концовке показал австралийский связующий новый Аршдип Дассанш. Слишком предсказуемо выбирая адресатов для своих передач. Львы отыграли отставание, когда Юрий Цыпков один в один закрыл Съемщикова, а потом нападающие Новы начали обстреливать ауты. 26-24 и вымученная победа Львов со счетом 3-1. Самым результативным игроком матча стал Иван Подребинкин, набравший 17 очков. Остальная статистика у вас на экранах. Отправляемся в Сургут, где хозяева принимали Нижегородские АСК. Газпром Югра уже успел удивить хорошей игрой с Факелом и Динамо Эло. Нижегородцы же пока своих болельщиков результатами не радовали. Но любые серии, неважно будь это серия неудач или успехов, имеют свойство заканчиваться. Вот волейболисты АСК и решили закончить ее как можно скорее. Забегая вперед, это у них получилось. В первом сете при равной борьбе в концовке волейболисты из Нижнего Новгорода воспользовались ошибками соперника. 21-25. Во втором сете хозяева контролировали игру и вели 15-10. Но невынужденные ошибки и хорошая игра АСК в защите позволили гостям вновь добиться равного окончания партии. На подаче Антонова АСК зарабатывает 3 сетбола, но выиграть сет получилось только в результате ошибки Ивана Каратаева на подачу. 23-25. Первая половина третьей партии шла волнами. То одна, то другая команда вырывались вперед. Чуть удачнее свой отрыв получилось развить гостям. Игорь Иванович поставил в тупик сургутян несложным планером, а из Захватенкова снял все вопросы о победителе этого матча. 3-0. Первая победа Нижегородцев в рамках этого сезона пари Суперлиги. Мои поздравления команде. Лучшим игроком матча стал диагональный Денис Антонов с 19 очками. Изучаем оставшуюся статистику. Теперь прибываем в Красноярск, где встречались Енисей и Кемеровский Кузбасс. У красноярцев восстановился после травмы молодой диагональный Роман Мурашко, который с самого начала матча начал напрягать соперников на приеме. Игра прошла зеркально. Сначала команды обменялись выигранными сетами на балансе, где в первой партии удача улыбнулась Кемеровчанам 28-26, а во второй красноярцам за счет хорошего блока 27-25. До середины третьей партии шла равная борьба. Кузбасс вырвался вперед, но красноярцы перевернули счет в свою пользу после нескольких успешных атак Мурашко, а ближе к концовке сделали ключевой рывок. Енисей оберегал это преимущество и забрал сет. Начало четвертой партии Енисей полностью провалил. 1-7 на подачах Черейского, который оформил два эйса. К счету 3-12 Юрий Филиппов использовал оба таймаута, пытаясь привести команду в чувство. Хозяева площадки немного отошли от такого разгрома на старте сета и бросились в погоню. Однако ближе Кузбасс не подпускал, активно заколачивая мячи первым темпом. В концовке красноярцам удалось сократить отставание, но на большее не хватило. Кемеровчане не позволили затянуть их на баланс, а Кастадинов эйсом перевел игру на тайбрейк 25-20. Пятую партию хозяева начали увереннее. 4-1 после эйса Мурашко. И тут же последовал ранний таймаут Алексея Бабешина. Красноярцы поймали кураж и прикрыли соперника блоком. Однако Кузбасс смог вернуться в игру после неудачного старта. Это произошло на подачах Пакшина, отметившегося эйсом. Енисей блоком не позволил подобраться ближе, а дальше регулярно организовывал съем. Обе команды бились до последнего, а в напряженной концовке хозяева смогли уберечь преимущество и выиграть это зрелищное сибирское дерби 15-11. Домашняя победа Енисея 3-2. Статистика на ваших экранах. Отмечаем Романа Мурашко, набравшего 28 очков и двигаемся дальше. Отправляемся в Беларусь, где солигорский шахтер принимал уфимский Урал. Весь первый сет проходил в напряженной борьбе и лишь на сетболе хозяевам удалось отловить блоком атаку уфимского игрока 25-23. Во втором сете Урал феерил с самого начала, уже к середине партии обеспечив себе 10-очковый отрыв. На кураже уфимцы поставили жирную точку в сете 25-13. Полностью забыв вторую партию, команды вернулись на площадку. В этот раз у солигорцев отлично заработал блок и подача, что позволило создать приятный отрыв. Ковачевич пытался его сократить, но солигорцы хладнокровно довели сет до победы. Блокаут вернувшегося на площадку Марченко привел команду к сетболу, а точку поставила ошибка на подаче Рыбакова. В четвертой партии борьба была равной, но небольшое преимущество имели солигорцы. Пока я вам это рассказываю, на экранах вы можете видеть самый затяжной розыгрыш этого тура, в котором победу одержал Урал. Но это не помогло уфимцам зацепиться за этот матч. Мяч Мехича, забитый под руки блокирующим, привел к матчболу. А результативная атака Авдоченко в пятую зону ставит жирную точку в победном матче 25-21. Поздравляем Шахтер со второй победой подряд. Самым результативным игроком стал диагональный Урала Евгений Рыбаков. Остальная статистика у вас на экранах. Приземляемся в Нижневартовске, где Югра Самотлор принимал Динамо Эло. Динамовцы сложно начинали, отпустив хозяев на старте в небольшой отрыв на подаче Алексея Землянка. В этот игровой отрезок команда из Соснового Бора пару раз ошиблась и примерялась к подаче, испытывая собственные резервы. Затем в одной расстановке на подаче Тодора Скримова догнала и ушла в быстрый отрыв. Далее на подаче Марка Ивовича сосновоборцы закрепили свое преимущество и завершили сет в свою пользу 25-18. Во второй партии прием у динамовцев неожиданно просел, подача внезапно отказалась лететь, а безотказная опция в атаке по имени Марка дала сбой. Сербского доигровщика пару раз накрыли блоком, прорезалась мощная подача у вартовчан, через что нашелся кураж и в атаке. Отпустив хозяев на 4 очка вперед к середине сета, Динамо Эло предприняла попытку подвига и почти его совершила, догнав на флажке, красиво и эффективно отработав в защите. Но в короткой игре на балансе вартовчане эту партию себе все же забрали. 26-24. В третьем сете игроки Самотлора, получившие заряд уверенности в себе после первой победной партии в этом чемпионате, продолжили гнуть свою линию. Подуставшего Ивовича заменил Денис Бирюков, выглядевший достаточно злым для того, чтобы создать неприятности сопернику. Вартовчане тут же сделали сосновоборского капитана мишенью на приеме. Бирюков злился, ошибался, но забил несколько самых нужных мячей и, что самое главное, дважды исполнил что-то очень хитрое на подаче при равном счете 23-23. До счета 6-6 в четвертом сете шла равная игра, после него в волейбол играла уже только Динамо Эло, а хозяева лишь переживали из-за своих ошибок. Сосновоборцы выиграли отрезок со счетом 15-3, а спустя несколько минут партию 25-12 и матч 3-1. 19 очков набрал диагональный Динамо Эло Назар Литвиненко, статистика на ваших экранах. Отправляемся в Оренбург, где встречались Нефтянник и Факел из Нового Уренгоя. Стартовый отрезок матча оренбуржцы оставляют за собой, благодаря уверенным действиям в атаке и на подаче Ильи из-подобца. Результативные атаки и блок Энса сокращают отставание. Бабкевич полностью восстанавливает паритет. На подаче Энса новоурингойцы выходят вперед. Догнать соперника хозяевам площадки не удается до самой концовки партии. Четыре эйса подряд удались Бабкевичу. Факел уверенно завершает партию в свою пользу 25-17. Начало второй партии идет на равных. Приполярники начинают наращивать преимущество, но Нефтянник быстро вернулся в борьбу. Сиденко приносит своей команде необходимые очки. Ямальцы допускают собственные ошибки и счет на табло 14-14. До самой концовки партии равное противоборство. Юцевич выводит факел на сетбол, Динейкин оставляет партию за факелом. С первых же розыгрышей третьей партии хозяева оформляют себе преимущество. И к середине сета все еще уверенно впереди. Классно атакует Сиденко. Макаренко мощно забивает. Спадобец отыгрывается от блока. В итоге оренбуржцы без особых трудностей довели сет до победы. 25-14. Четвертая партия началась в равной борьбе. Сиденко закрыл блоком Энса. А Спадобец дважды отметился эйсом и Нефтяник вырвался вперед. Проходит первый темп Андреева через блок факела. Сиденко разнообразно действует в атаке и оренбуржцы подходят к концовке с хорошим перевесом. Гости сокращают отставание и дважды отыгрываются на сетболе. Однако ошибка на подаче Бабкевича переводит встречу на тайбрейк. Начало укороченного сета, как обычно, в равном противостоянии. Пайп Бабкевича останавливает блоком Самойленка. Следом атакует Спадобец и оренбуржцы ведут уже плюс 3. Факел не отпустил далеко хозяев площадки. Энс блоком нивелирует отставание. На подачах Юцевича на вууренгойцы делают отрыв. На матч Болы выводит факел Бабкевич и он же ставит точку в партии. 15-12. Четвертая победа Факела. Егор Сиденко набрал 24 очка. Статистика на ваших экранах. Доезжаем до Казани, где прошло зенитовское дерби. Главный тренер казанской команды Алексей Вербов выставил сильнейший на сегодняшний день состав, сделав ставку на привычную по прошлому сезону пару доигровщиков Дмитрий Волков с Эм Деру. А вот наставник Зенита СПБ Виктор Сидельников оставил в запасе Виктора Полетаева, Игоря Кобзаря, Андрея Титича и Женю Гребенникова. В начале первого сета Максим Михайлов отловил блоком Тимофея Тихонова, а затем казанцы ушли в отрыв, благодаря многочисленным ошибкам гостей. В первом сете не шла игра в атаке у Сэма Деру, но зато Майка Кристенсен великолепно взаимодействовал с первыми темпами. Когда Артем Вольвич закрыл блоком атаку визави Алексея Сафонова, преимущество казани стало крупным. Питерцы провалились в атаке, реализабав всего 27% попыток. Доигровщик Зенита СПБ Тимофей Тихонов не набрал ни одного очка в первом сете. Казанцы решили, что не стоит его втором. Кристенсен отловил молодого игрока одиночным блоком. После таймаута Сидельникова питерцы преобразились и начали сокращать отставание за счет блока. Еще один ход тренера помог команде не только сравнять счет, но и выйти вперед. Гребенников вышел на подачу и усиление в приеме. В итоге спас мяч в защите и добыл переходящий мяч, который забил Иван Яковлев. Казанцы вернули себе лидерство после блока Дыру. А Михайлов и Волков в концовке были безупречны. Оба реализовали по 71% атак. Гости почувствовали, что могут бороться и в этом составе. В третьей партии они предложили сопернику великолепную защиту и цепкий блок. Кроме того, питерцам удавалось выбить из приема Дыру. На подачах Дмитрия Ковалева они ушли в хороший отрыв. Вместо бельгийского легионера в игру вошел Михаил Лобинский. Но спасти этот сет уже не удалось, хотя в концовке казанцы сократили отставание до минимума. Татарстанцы совершили 14 ошибок за сет и реализовали всего 34% атак. В начале четвертого сета Михайлов закрыл блоком атаку Тихонова по линии, что заставило Сидельникова взять тайм-аут. Но после него Тихонов атаковал ваут. А вскоре о себе напомнил казанский молодой талант Лобинский. Атака поверх блока и эйс мощнейшей подачи Федорова Воронкова. Блок Вольвича довел преимущество Зенита до плюс 6. При счете 15-9 вместо Михайлова на площадку вышел Кирилл Клец и принялся колотить один мяч за другим. Он помог команде довести этот матч до победы, в котором казанцы совершили 28 ошибок на подаче. 3-1 уверенная победа казанцев при не самой уверенной игре. Самым результативным игроком стал Максим Михайлов, набравший 13 очков. Статистика на ваших экранах. Конечная станция нашего обзора – Москва, где «Динамо» принимала новосибирский локомотив. В первом сете новосибирцы чувствовали себя по-хозяйски. Справлялись с приемом, уверенно держали съем, поднимали сложные мячи в защите. Уверенность быстро пропала, когда на подачу вышел Чеслов Свинтицкис и тремя классными подачами сравнял счет. Помогли ему в этом отличная атака Соколова и мощный блок Панкова. Именно на подаче капитана москвичей «Динамовцы» почти решили исход партии. А Марк Курбанов дважды не справился с приемом. Железнодорожники не сдались и перевели партию на баланс. Но невнятная атака того же Курбанова завершила сет 26-24. На кураже «Динамовцы» начали вторую партию. Вы только посмотрите на эту передачу ногой Антона Семышева. Проблемы в приеме у Лока продолжились. Теперь дважды с подачами цвета на Соколова не справился Роман Мартынюк. Отрыв, заработанный в самом начале партии, «Динамовцы» берегли. Правда, в этом им активно помогали гости, очень часто ошибаясь на подаче. Символично, что именно ошибкой Мартина Атанасова в этом элементе сет завершился 25-20. В третьем сете Лока стабилизировал прием, что позволяло Константину Абаеву разнообразно вести игру своей команды. Кстати, если вы пропустили, то у меня на канале вышел откровенный челлендж с Костей. Переходите по подсказке или по ссылке в описании, чтобы глянуть. Равная борьба продолжалась до конца сета, но главной проблемой было то, что за все три партии Лока так и не нашел свою подачу. Видимо, вагон с ней оставили в Туле. А вот у москвичей в этом элементе все было в порядке. Что и доказал Павел Панков, исполнив эйс на первом же матчболе. 25-23. Победа москвичей 3-0. 13 очков набрал цветом Соколов. Остальная статистика у вас на экранах. Вот таким получился четвертый тур Парис Суперлиги. График у команд сейчас достаточно тяжелый. Играют раз в 3-4 дня. Отсюда и непредсказуемые результаты, которые на ваших экранах. Расписание следующего тура выглядит следующим образом. А вот и таблица по итогам первых четырех туров. Факел единственная команда, которая идет без поражений. Но нельзя забывать, что новурингойцы еще не встречались с соперниками из топ-4. Подпишитесь на канал. Вам не сложно, мне приятно. Поставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите самый неожиданный результат этого тура. Кстати, у себя в телеге я делаю прогнозы на каждый тур, поэтому подписывайтесь и туда. Огромное спасибо за вашу поддержку. Ну а с вами был Фанат Волейбола. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok